Как мило, у вас посетители. Заношу новости в блог, а я их читаю. Вы знаете, что вы в одной комнате? Да. Доброе утро, Андрюшенька. Доброе утро. Доброе утро, дамы и господа, леди, жентльмены, серые и серухи. Доброе утро, уважаемые. У нас сегодня опять воскресенье, аж 14 марта. На улице почему-то холодно. Зимний месяц в Подмосковье, март. Сказано было раз и навсегда. Зимний месяц. Не ждите весны раньше апреля. Все? И не будем. А мы, собственно говоря, будем говорить не о погоде. Нет. Что меня подтолкнуло к этому разговору, это я потратил время давеча, посмотрел последнюю серию «Доктор Хаос», и знаешь, что ее не любишь, не будем вырукать, мы про это говорили. Я сегодня удержусь. Да, да. О бог с ним. Даже я не хочу не про хаосе говорить. В нем, на самом деле, и суть-то была не в хаосе. Слава тебе, Господь. Там она, как интересно, целиком была посвящена, ну, не то чтобы интернету, а людям, которые, скажем так, очень сильно болеют, можно сказать, интернетом. Зависимость. Я не знаю, зависимость, а зависимость по-другому. Там сюжет шел о некой женщине, которая буквально каждый свой шаг писала в интернет. Она писала в блог, как она поссорилась с мужем, как у нее какие-то там произошли вещи, как она вот легла в больницу, что у нее там нужно менять клапан и так далее. Она каждый свой шаг описывала в блоге. Она просила, за советом ходила ни к мужу, ни к маме, ни к кому-то. Она задавала вопрос в блоге, получала ответ. Благодаря этому она стала вегетарианкой. Она выбрала вместо свиного клапана пластмассовый и так далее. Именно потому, что она спросила советов в блоге и ей отвечали. И она настолько, скажем так, вошла в раш, что даже начала свои все действия соизмерять с будущими своими записями в блоге. Понимаешь? То есть она буквально подумала каждый шаг. И там был один момент знаменательный, когда она и какая-то родственница, не знаю, сходит в доктор в палату и они сидят, переписываются. Одна пишет в блог, а другая читает. Доктор, так вот хорошо, грамотно шутит. А вы в курсе, что вы в одной комнате? Вот это, на самом деле, очень знаменательно для сегодняшнего дня. АСК, Твиттер, блоги и все остальное. Зло ли это? Добро ли это? Болезнь ли это? Что это такое? Вот то, что я хотел о чем-то сегодня поговорить. Хорошая тема. Ну, то, что я в интернете ничего не понимаю, ты знаешь. Знаю. Да. Поэтому я вот, скорее всего, хочу высказать свое мнение вот какое. Интернет сам по себе, как вилка, как космический корабль, как ботинок, как все на свете. Ни добро и ни зло. Это совершенно безразличная вещь. Она становится добром или злом в зависимости от того, какое место она занимает в нашей жизни. Как его использовать? Как его использовать, совершенно верно. Тут я тебя перебину, секундочку. Да, конечно. Я буквально недавно, как раз, на своем семинаре приводил пример по-другому поводу, но он очень похожий. Нож сам по себе ничем не является. Да. Можно лезть колбасу, можно людей. Совершенно верно. Поэтому, скажем так, вот это тот предмет, в какие руки он попадет, и, на самом деле, наверное, что находится внутри самого человека, как в одном фильме тоже очень хорошо говорили, точнее, у Генрида говорили, что внутри нас заставляет нас выбирать эти дороги, а не те дороги, куда мы выбираем. Знаешь, я не помню, кто этот поэт замечательный был. Вот не помню, правда. Замечательные строки. Словом можно убить, словом можно спасти. Это да. Понимаешь, да? Точно так же вот вместо слова слова можно подставить любое слово. Понимаешь? Там, значит, пищей можно убить, пищей можно спасти, блогом можно убить, блогом можно спасти. Все зависит от того, что у нас внутри. Но вот что сегодня блоги для основной массы людей? Потому что, смотри, они стали очень популярны. То есть, если вчера еще их вели единицы, в основном медийные люди или интернет-гики, то сегодня от пионера до пенсионера, скажем так, все ринули в блоги, в твиттер, еще куда-то. Я тебя уверяю, что, на мой взгляд, эта тема преувеличена. Вот когда-то появился телевизор. Да. Помнишь, да? И все забросили свои дела. Игру в городки во дворе, игру в домино, карты по вечерам, вечерние чаепития, чтение газет. Все стали смотреть телевизор. И, наверное, кто-то сказал, это же ужасно, это зависимость. Это же просто какая-то беда. Понимаешь, да? То есть, чем стал телевизор тогда для людей? Тем же, чем интернет стал для людей. Все зависит от людей. Я согласен. Но, смотри, как определенные факторы и возможности позволяют, ну, если человека с некоторыми шизоидными и параноидальными наклонностями не давать ему поводов, то он может всю жизнь прожить, не совершив никакого поступка. Не может. Не может. Не может. Он изыщет в себе причину для этого поступка. Вообще, я скажу страшную вещь, может быть, но, понимаешь, вне человека нет ничего. Все внутри нас. Добро, зло, свет, холод. Все эти категории и отношения к миру, все это в нас. Понимаешь? Ты же знаешь, вот, как бы, начало квантовой физики, да? Ну, конечно, что мир это вообще нет таким, каким мы его воспринимаем. Мы же воспринимаем не окружающий мир, мы воспринимаем наше впечатление о нем. Ну, как и цветов, как таковых нет. Ни цветов, ни температуры, ни тьмы, ни света, ни добра, ни зла, ничего этого нет. Это категории, которые вы присвоили. Ну, конечно. То же самое интернет. Что такое интернет? Для нормального человека, в кавычках, ну, для среднего нормального человека, не страдающего психическим заболеванием. Интернет – это прежде всего справочное бюро. Это место, где можно узнать все на свете, да? Затем интернет, во-вторых, это средство связи. Это да. Коммуникация. И, как я уже писал в своей статье, это глобальная возможность социализации населения. Совершенно верно. Если вчера с друзьями откуда-то из-за границы мы могли максимум перезвониться. То теперь есть скайп. Есть скайп, есть масса, возможно, электронных почек, там еще что-то, чаты всевозможные. Да. Значит, понимаешь, да? То есть, значит, прежде всего справочное бюро. Второе – это средство связи. И третье, безусловно, это одно из средств самовыражения. Вот тут я хотел как раз небольшую свою реплику вставить по этому коду. Вот смотри. Я уже упомянул про женщину, страдающую блогерством. Есть сейчас две самые модные фишки, для которых стали пользоваться все. Это блоги, это подкастинг. В принципе, то, чем занимаемся мы сейчас. Да. Я на самом деле, как человек, вот сейчас в странном положении. Я человек, который всегда ругает блоги, ругает подкасты, занимаюсь тем, что пишу подкасты. Но, вот я делаю небольшую ремарочку, точнее, не ремарочку, разделение небольшое. Я почему говорю, что я не люблю блоги? Потому что большинство блогов, процентов 70, они составляют какие-то совершенно странные записи, которые лично мне читать неинтересно. У меня в моей RSS-ленте очень избрано количество людей, которых мне реально интересно читать, которых не могут потратить время. То же самое и с подкастом. Есть там подкаст, не знаю, Тара Муртазина, который мне нравится, есть подкаст Максима Спиридонова, есть профессионально сделанные подкасты, которые мне слушать интересно. Слушать некоторые подкасты, где собралась кучка людей, несут какую-то чушь, что-то такое торжач стоит и так далее. Либо они занимаются каким-то бухтением, мне неинтересно. Вот это и есть то, о чем ты говоришь. Но у нас при всем при том, это возможность самореализации. Любой человек, не заканчивая журфака, может считать себя журналистом. Как вот та женщина, которая каждый свой шаг делает на показ, она работает на рейтинг, она работает на пользователей. Она стала медийным человеком без какой-то возможности телевидения, радио, еще чего-то. Ну вот, знаешь, женщина, о которой ты рассказываешь, я не ставил бы ее все-таки в один ряд с людьми, которые пользуются интернетом по назначению. Женщина, о которой ты рассказываешь, на мой взгляд, глубоко больна. Слушай, по назначению. Что значит по назначению? Я уже объяснил. Нет, для нее это тоже назначение. Нет, послушай, давай расстелим. Смотри, вот существует на свете вилка, да? Вилкой можно пользоваться по назначению, правда? А можно вилку глотать. Можно глотать, можно в задницу втыкать. Можно в задницу втыкать, это тоже использовать. Но ты же не скажешь, что это нормальное использование вилки. Вилка же не была создана для того, чтобы ее глотать и чтобы ею тыкать в задницу. Правильно? А кто знал, для чего был создан интернет? Очень просто. Понимаешь, каждый предмет для чего-то создавался. Интернет появился, на мой взгляд, как нечто, выполняющее триединную функцию. Справочное бюро, средства связи и средства самовыражения. Ну это да. Правильно. Теперь вот смотри, любой из этих трех нормальных форм использования интернета можно превратить в глубокую патологию. Например, относительно того, что это справочное бюро, можно верить только интернету. Понимаешь? То есть не проверять сведения, изложенные в интернете, ни в книгах, ни в каких других... А там тоже очень разные источники. То есть есть компроматор О, есть Википедия, есть какие-то базы данных. То есть когда мы обращаемся к интернету как к какому-то средству для того, чтобы получить какие-то знания, мы с тобой знаем, что эти знания надо проверять. Так и знания из книг надо проверять. Правильно. В книге тоже написано черт и хер. Правильно, я об этом тебе и говорил. Второе, значит, средства связи. Но я, например, глубоко страдаю от того, что умерло эпистолярное искусство. Искусство письма погибло, ты это понимаешь, да? Я не согласен с этим. Но кто сейчас пишет письма? Я. Ну, Андрей, ты мне напоминаешь этот знаменитый эпизод, когда Хлебников, Маяковский и Есенин сидели в кафе «Бимбом». Они много где сидели, расскажи всем. Пожалуйста. Значит, вот эта замечательная история, я быстро расскажу. Это правда, кстати. Маяковский, Хлебников и Есенин сидят в пивной «Бимбом», и Есенин очень пьян. Он пьян и плачет. И Маяковский, значит, брезгливо на него смотрит и говорит, Сережа, ну что вы рыдаете, как позорная сопливая баба? И Есенин говорит, я плачу от того, что таких людей, как я, на свете очень мало. Маяковский отпевает, значит, пиво из своей кружки и говорит, ну и что такого? Таких людей, как я, вообще один. И разговор как-то умирает. Проходит минут 15, они уже говорят о чем-то другом. Вдруг Хлебников вступает в разговор и говорит, а таких, как я, вообще нет. Естественно. Так вот я тебе что хочу сказать? Человек, который разбил, чтобы шесть человек дома, потом не может быть. Хлебников особый человек. Ты как-то берешь и начинаешь мерить всех людей по себе. Ты динозавр. Я никого не меряю. Давай сейчас... Я знаю энное количество людей. Насколько я помню, вроде у тебя жена еще тоже пистолярный жанр, она достаточно неплохо владеет. Но она не пишет письма давно никому. Я имею в виду по бумаге, вот, да. Понимаешь? Да. Значит, вот я тебе говорю, что вот средства связи, да? Я жалею, что интернет убил эпистолярный жанр, но он его убил. Это, на мой взгляд, отрицательное, так сказать, качество интернета. Зато спасает телевидение. Телевидение как эфирного не существует. Тем не менее, можно, например, пользоваться извращенным интернетом как средством связи. То есть, только этим средством связи пользоваться. Не встречаться с человеком, не разговаривать с ним, а только переписываться с ним там, значит, по скайпу или по скайпу с ним разговаривать. Это сильно. На самом деле, это тема, потому что я знаю очень много людей, становится все больше, и проблема тут, наверное, не в маньячестве, а, может, проблема больших городов. Я знаю людей, которым реально намного проще пообщаться там по скайпу или еще как-то, и они превращаются в свою жизнь. Они в магазины не ходят, они заказывают через интернет-магазины. Андрюша, большие города – это фактор, который вызывает колоссальное количество болезней. Теперь смотри, как можно пользоваться интернетом патологически, как средством самовыражения? Так, как пользуется твоя дама. Понимаешь? Ну, твоя дама в кавычках, дама в сериале про Доктора Хаоса. Да, у меня дама интернетом так не пользуется. Значит, что с ней происходит? Она глубоко одинока. Нифига, у нее есть муж. Да при чем тут это, кто у нее есть? А, ты что, душевно? Ну, конечно. Самое острое одиночество – это одиночество в толпе. У тебя все могут быть, и жена, и дети, и внуки, и правнуки, а ты глубоко одинок. А ты не считаешь, что сейчас это вообще болезнь времени? Окей, таких людей очень много сейчас. Это болезнь времени, это болезнь больших городов. Ты совершенно прав. Но, опять же, у болезни есть стадии. Так вот, стадия этой дамы, вот описанной тобой, это уже крайняя стадия, понимаешь? Фактически, это разговор с зеркалом. Это крайняя стадия. Говорить с зеркалом иногда полезно. Иногда. Но постоянные разговоры с зеркалом, разговоры, которые заменяют разговоры с другими людьми – это болезнь. Я тебе скажу, знаешь как? Это как вот, значит, мастурбация – это хорошо или плохо? Это нормально до тех пор, пока мастурбация не заменяет секс полностью. Когда неважно оставаться, а что угодно. Да, что угодно. И заменяет что-то другое. Вот. Понимаешь, вот я об этом и говорю. То есть, этим средством интернета можно пользоваться как средством, которое украшает твою жизнь. А можно замкнуть свою жизнь на интернет. И это ужасно. Это болезнь, это патология. Ну, то есть, вы тут четко разделили. В принципе, сам, потому что это тема, которая обсуждается многим, многие начинают задавать себе вопрос, независим ли я от интернета. То есть, сам интернет не может по себе, вот мы сейчас как бы расставляем по полоске, не может по себе являться фактором, когда уже человек, как вот есть фактор, что наркотики, они вызывают зависимость. То есть, сам интернет не может являться наркотиком, вызывающим в обязательном порядке зависимость. Нет, внутри тебя, значит, должна быть некая предрасположенность к наркомании. Понимаешь? То есть, ты хочешь таким образом сказать, что наркотик, если у тебя нет предрасположенности, он тебя не вызывает? Да вот перед тобой сидит живой пример. Мне давали в жизни покурить эту аношу, сигаретки, да? Причем, когда мне было 16 лет. Я выкурил этот гвоздик, назывался маленькая черная сигаретка, гвоздик. Я выкурил, у меня дико разболелась башка. Я сказал, я больше не буду это никогда делать. Мне стали говорить, надо втянуться, надо привыкнуть, ты получишь кайф. Я сказал, мне не нравится, я не хочу. Совершенно другая тема, но примерно в этом... Но, тем не менее, это так. Ты понимаешь? Само по себе вещество, значит, наркотиком может быть все, что угодно, Андрюша, вообще. Понимаешь? В человеческом организме есть все. И наркотиком может быть все, что угодно. Собирание марок, хождение в фитнес-центр, коллекционирование женщин. Я тут вспомнил, я тут вспомнил другую вещь, вспомнил великий фильм «На игле». Там для одной женщины был фетиш. Она смотрела некое телешоу, и она очень хотела попасть на эфир. Ну вот тебе наркотик, да. И она очень хотела попасть в своем любимом красном платье. Она в нее никак не влезала. И она начала патологически худеть. Она прижимала страшные таблетки, в итоге съехала крыша по полной. То есть я-то сторонник того, что понятие «наркомания» было расширено. Потому что наркомания – это не только употребление, введение чего-то куда-то. Нет. Наркомания – это подмена всех иных форм и сторон жизни какой-то одной стороной. Ну просто некая психическая зависимость от чего-то. Да, совершенно верно. Это может не обязательно быть химия какая-то, что угодно. Нет, нет, все что угодно. Сюда же мы можем отнести к наркомании, в таком случае к наркомании. Все-таки наркомании. Ты знаешь, я честно говоря не знаю. Я говорю «наркомания». Но когда люди говорят «наркомания», я понимаю. Спецы в основном говорят «наркомания». Да, потому что греческий корень – «манья». На эту букву не ставится. Но я говорю «наркомания». Ну ты говори как хочешь. Я говорю как хочешь. А что я хотел сказать? Я не знаю, это не важно. Это не важно уже. То есть интернет сам по себе, еще раз повторим, он не является злом, он не является добром. Он является одним из инструментов, которые выработало человечество для того, чтобы жизнь была комфортной. А, с помощью чего я хотел сказать. То есть в данном случае к наркомании можно отнести также и некую патологическую зависимость, скажем так, мужчина от женщины, женщина от мужчины. Нет. Смотри, это совсем другое. Ты берешь одну конкретную женщину и одного конкретного мужчины. Это не наркомания. Это нечто другое. Называется… Ой, забыл, Господи, какой-то термин мудренный был. Ну, короче говоря, это осложнение любви. Это тяжелое осложнение любви. Вызвано какими-то дофаминами тоже, да? Или чем она вызвана? Я думаю, что исследований таких нету, каких-то, да? Но это на самом деле, конечно, неправильно. Зависеть нельзя ни от кого и ни от чего, да? Но в данном случае это не наркомания, потому что речь идет об одном субъекте и о другом субъекте, между которыми формируется тесная связь личность. Я думаю, мы об этом еще поговорим. Это другое, да. А мы-то сейчас говорим о другом. Я говорю о мужчинах, которые собирают женщин, понимаешь? То есть они меняют, они занимаются промискуитетом и, более того, записывают. Я таких много видел. У них специальная книжка, алфавит, знаешь, телефонный алфавит? Это называется пикаперство. Пикаперство. Они записывают их, причем не просто Алена там, допустим, да? Они записывают туда особенности фигуры, особенности секса, особенности поведения. Да, это вот коллекционеры. Да, они выходят на съемку как на работу. Да, это у них своеобразие. Как грибы люди ходят себе. Да, и они не могут без этого, они погибают. Я знаю, что и женщины такие есть. Их, правда, не так много, как мужчин, но они есть, да? То есть, понимаешь, замена им, вот такие отношения, им заменяют все. Любовь. Значит, союз какой-то одной женщины, да? И даже другие стороны жизни им заменяют вот это вот пикаперство. Это у сексопатологов есть замечательное деление. Что есть девиация, то есть отклонение, а что есть извращение. Это очень вот здорово. Значит, скиплологи говорят, что девиация, то есть отклонение, от извращения отличается тем, что извращение стойко заменяет человеку все другие формы секса. Понимаешь? Пока этой замены стойкой нет, это можно говорить просто о предпочтении какого-то вида секса, о разнообразии, об отклонении. Но когда человек отказывается от других форм секса и предпочитает только в ухо, и больше никуда и никогда, это уже извращение. Интересно. Ну, то же самое и с интернетом, абсолютно никакой нет разницы. Мне, например, жена часто говорит, что я завишу от интернета. Что она имеет в виду? Я себя некомфортно чувствую, если я несколько раз в день не проверю почту. Но это маленькое другое, тебе нужна информация, которая... Я ей говорю, Маше я ей говорю, я не завишу от интернета. Просто моя почта, вот эта, заменила мне все другие формы почты. Естественно. Ну, у меня нет больше, я не пишу писем, да? Мне люди не звонят, мне люди и пишут. У меня очень, так сказать, много и клиентов, и друзей. А это проще. Особенно, если говорить, что те же очень много пишут, наверняка больные, а больному зачастую проще изложить письменно, чем глаз в глаз вот так вот. Это сложнее сказать. Да. Вот почему я тоже говорил о социальной роли интернета, зачастую даже общаясь, скажем так, вот между собой. Люди вот даже находясь в одной комнате, им проще по ICQ или как-то вот еще вот каким-то чатам образом общаться. Почему? Потому что вот этот факт, когда сидишь вот так вот визави, да? Им сложнее что-то с языка, сложно такое столкнуть, чем написать это. А, это ты совсем другую сейчас тему затрагиваешь. Это ты затрагиваешь тему, это очень интересная, кстати говоря, тема, это тема безответственности. Мы с тобой говорили об этом, когда я требовал убрать анонимность из интернета, понимаешь, да? Почему люди переходят на общение на расстоянии, да? Потому что это безответственное общение. Ты можешь сказать человеку все, что угодно, и быть гарантированным от того, что ты получишь в морду. Ну ты, кстати, можешь озвучивать, может это мы с тобой общались, но мы не писали это на камеру, люди не в курсе. Да, ну просто я в свое время требовал, я настаивал на том, чтобы анонимность в интернете была ликвидирована. То есть имеется в виду, чтобы люди не писали под никами, а писали... Нет, пусть они пишут под никами, но пусть в каждый ник можно будет зайти и узнать, кто этот человек... Чтобы в ника был профайл, как вот предположим у меня, у меня всегда есть профайл, можно сказать, что это я, ваш, это Андрей Борисович. Ну смотри, вот у меня есть сценический, артистический псевдоним, ты знаешь, да? Я Борис Берг. Но зайдя на Борис Берг, всегда нужно узнать, что на самом деле это Юра Хеевец. И можно паспорт, место жительства, что он делает, он по профессии, я не скрываюсь, понимаешь, да? Вот поэтому я категорически... А ведь эти же люди, они же мерзавцы. Ну это твой выбор. Нет, подожди, они же проносят вред. Хорошо, мало ли мой выбор. Мой выбор, например, вредить другим. Тогда я выбираю какой-то ник, да? Да, превращаюсь в чемодан, знаешь, да? То есть завожу себе ЖЖ, но ничего в нем не пишу. А завожу просто, чтобы влезать в другие ЖЖ, да? Или я тролль, знаешь, да? Ну это тоже психологически, скажем так, некое расстройство, или не знаю, вампиризм, вампиризм ли скорее. Это расстройство, безусловно, потому что человек, не обладающий таким расстройством, он отвечает. Знаешь, нормальный человек... Вообще, что такое свобода, Андрюш? Я могу сказать. Свобода – это императивная жажда ответственности. Вообще у свободы нет других, никаких качеств и форм. Свобода – это не радость, это большая беда, это страшная нагрузка, это крест. То есть, когда человек говорит, я хочу быть свободным, он имеет в виду, что я хочу отвечать за каждое свое слово и за каждый свой поступок. Вот ровно поэтому я в 2004 году, нет, в 2005, я полностью отказался от ников, поэтому сейчас я в интернете либо под своей фамилией, либо АВБ Саунт, это моя студия. Молодец. То есть, в принципе, я принципиально отказался, и даже кое-где, вот ЖЖ у меня было на мой ник, я заплатил денег, потому что там так просто не сменишь логин, и перевел именно на АВБ Саунт. Молодец. Вот ты ответственный нормальный человек. Это мой выбор. Вот ты свободен. Это мой выбор, как не пользоваться ломаным софтом или еще что-то такое. Вот ты свободен, ты понимаешь? Ты свободен только потому, что ты отвечаешь за каждое свое слово, за каждый свой поступок. Ты не прячешься, не бегаешься. Это тоже мой выбор, потому что я именно поэтому и начал писать только по своему имени, потому что я всегда говорю, что я готов подписаться под каждым своим словом ППКС. Подскажем, сказанным, написанным или как угодно процитированным словом. Поэтому, как в любом другом предмете, в интернете кроется выход в патологию. Конечно. Можно быть троллем, понимаешь? Можно быть чемоданом. Можно по ключевым словам Путин, Родина, Свобода, Зона, Тюрьма, лазать всюду и везде и гадить людям в их живых журналах, что и делают, например, очень многие товарищи. Они же, прежде всего, они больны. То есть, получается, в данном случае это у нас плацдарм для больных людей? Послушай, вилка тоже плацдарм для больных людей. Чашка тоже плацдарм для больных людей. Любой предмет, стул, плацдарм для больного человека. Но к чему я это клоню? Потому что так или иначе постоянно это муссируется среди законотворителей. Они постоянно говорят, что интернет нужно паспортизировать. Идеология у них не твоя. А именно потому, что интернет заведомо это сборище диверсантов, это сборище каких-то террористов, шизофреников и так далее. Но есть такие люди, которые просто не понимают одной вещи, о которой мы с тобой уже говорили. Мир нейтрален. В нем нет ничего плохого и ничего хорошего. Плохим или хорошим элемент мира и весь мир делаем мы. Мы. Это вот человек рождается на свет с определенными ферментами внутри себя. Понимаешь, да? Есть фермент, расщепляющий алкоголь, углеводы, белки. Точно так же человек рождается на свет с душой, содержащей ферменты. Ты хочешь сказать, что человек изначально рождается подонком? Подонком, счастливым, несчастливым. Нет, тут я с тобой согласен. Человек рождается. Вот, например, нельзя стать счастливым человеком. Вот невозможно. Счастливым надо родиться. И несчастливым надо родиться. И подонком надо родиться. Ну ты согласен. Я всегда говорю, что когда люди говорят, что человек со временем меняется в лучшую подшеству, я считаю, что он никогда не меняется. Он не меняется никогда. В лучшем случае можно как-то изменить до 7 лет. А дальше уже все. А в принципе человек не меняется. Смотри, у психотерапевтов замечательное есть правило. Клиент не меняется. Меняется его взгляд на проблему. То есть понимаешь, да? Человек не меняется, но могут повернуться глаза его души. Это не изменение человека, это изменение угла зрения на предмет. Ну, то есть, грубо говоря, если человек по жизни был гандон, он все равно никогда не станет хорошим. Никогда. Никогда, к сожалению. Понимаешь? Он может на какой-то отдельный элемент мироздания по-другому посмотреть, на время. В это время можно его поймать и с ним можно сварить кашу. Но основные все качества человека, заложенные в нем, не проявляются до 5-7 лет. А вот так, скажем так, неограниченная свобода действий в интернете, не обостряет ли она у таких людей? То есть, в данном случае, все-таки не является ли он детонатором интернета для вот такого рода психиатра? Верно. Так я об этом и говорю. Ты сейчас неправильное слово «свободу» опять употребил. Свобода действий, да. Нет, возможности. Возможности. Хорошо. Скажи, неограниченные возможности. Хорошо. Сами по себе неограниченные возможности интернета не являются ни плюсом, ни минусом. Свободный человек, то есть человек с императивным требованием ответственности, да, он использует эти возможности во благо и себе и другим. Раб, несвободный человек, да, быдло, раб, да, значит, халуй, он эти возможности использует во вред и другим, и себе. Это, понимаешь, ты сам по себе интернет нейтрален. Это ноль. Где поставить единицу? 0,1 или 10? Зависит от человека. То есть, в любом случае, я считаю, он является детонатором. Смотри, на психу он действует так. На человека талантливого, который пробиться сейчас вот там хорошему певцу, поэту, там, не знаю, там, композитору, очень сложно. Но он может выложить в интернет свои треки, свои стихи, свои... И это вот таким образом получает популярность. Я знаю, по крайней мере, ну, штуки три, неправильно сказать штуки, человека три, которые очень талантливые, скажем так, писатели и музыканты. И они стали известны благодаря тому, что выложили... Наличь. Наличь, да, ну, я знаю, Багмор, там многое, там, интересно. Что там говорить о других? Вот обо мне, да? Интернет просто счастье в мою жизнь пригнёс. Потому что тема и стихи, которые я раньше писал в стол, я сейчас выкладываю на свой сайт, на Берглогу, и всё. И кто там их, ради бога, приходите, читайте, да? Но они уже не в столе лежат, понимаешь? Они уже в общем доступе. То есть, всё-таки это детонатор? Послушай меня, любой предмет детонатор, стакан тоже детонатор для подонка. Для подонка, да. Но до появления интернета, смотри, вот интернет, очень много тёмных заколуков хранит, где могут прятаться психи, это раз. Но с другой стороны, интернет хранит возможность для людей доступа к другим людям, для выплеска своих талантов, ещё чего. То есть, интернет всё равно это способ выписан, что у тебя угодно. Шизофрения у тебя в голове или ещё что-то. Да, но что особенное? Это мощное, я не говорю. Я говорю то, что до этого у нас этого не было. Подожди, но было другое. Что? Пожалуйста, были анонимные письма? Ну, это же всё равно единичное. Здравствуйте. Ты мог, если ты идиот, и подонок, и мерзавец, ты мог писать в день что анонимок на разных людей, и просто в ящик почтовых их... Я тебе уверяю, что такие люди были. Ну, это понятно. Понимаешь? И, пожалуйста, рассылать анонимные письма с доносами, хоть на всю улицу, вот брать телефонную книгу. Понимаешь? И всё, и по номерам... Это же... Понимаешь? До писем был слух. Можно было распускать слухи. До распускания слухов, я не знаю, что-нибудь ещё было. Понимаешь? Он вспомнился чудесный фильм «Ночные забавы», где главный герой, который говорил Евстигнеев, он делал как? Он брал купюру денежную, и по ней как по телефону он звонил, и начинал говорить там типа «Здравствуйте, я там из КГБ», или «Здравствуйте, может там Марья Николаевна?» И там мужик говорит, вы знаете, а вы знаете, это ваша жена там, ничего чего-нибудь такое. Он так развлекался. Ну, ты знаешь, кто-то мне в Стегнеев, когда мы, когда были пацанами, мне стыдно признаться в этом, да, мы развлекались так. Я помню, как ночью мы набирали любой номер случайно, в 3 часа ночи, там, это, конечно, кошмар. Мне было 16 лет там, в компании таким же дураков, как я. Просто набирал какой-то номер, и звонили каким-то людям вообще. Ну, то есть, ну, понимаешь, так сказать, человек проходит в своём развитии разные стадии. И разные стадии развития проходит его душа. Это как эмбрион. Помнишь, у него есть стадия, когда он похож на лягушку, и стадия, когда он похож на рыбку, да? То есть, человек по мере своего развития отбрасывает разную шелуху и, в конце концов, прорастает в того, кто он есть на самом деле, и кем он был на самом деле, и кем он родился. И в 5-7 лет уже человек совершенно сформирован. То есть, я что хочу сказать, знаешь, интернет, ещё раз, да, абсолютно нулевая нейтральная вещь. Вот что у тебя внутри есть, так ты его не будешь использовать. Нормальный человек будет использовать его в нормальных целях, да? Гад-подонок какой-нибудь будет использовать его в качествах гадства и подонства. Человек, который болен, будет его вплетать в ткань своей болезни. Всё-таки это некий фенофталин. В смысле? В смысле для проявления. Лакмусовая бумажка. А, да. Совершенно верно. Но точно такая же, как любой другой предмет Вселенной. Машина, телефон, не знаю, вилка, ложка. Любой предмет Вселенной фенофталин. Так что можно успокоить наших зрителей, что они не больны из-за того, что они пользуются интернетом. Им просто удобно. Да. Им просто удобно. Он просто снял с них некоторые проблемы, облегчил им жизнь. Просто знаете, вот как древнегреческие философы говорили, ничего слишком. Всему своё время, всему своё место, всему своё время. Это, на самом деле, продолжение нашей темы про сигареты и так далее. Безусловно. Совершенно. А чем интернет отличается от длина? Как лекарство. Ничем. Всё остальное. Всё в малой дозе лекарства, в большой дозе яд. Совершенно верно. И интернет в малой дозе лекарства, в большой дозе яд. Не заменяйте интернетом реальный. Вот и всё. И любовь тоже в большой дозе. В большой. Это яд. Но сладкий. Торопитесь по части. Мы вас любим в большой дозе. Всего доброго, дорогие. Удачи. Весны. Да, и весны вам нам. Субтитры создавал DimaTorzok